Добрый день, уважаемые коллеги! Ваше внимание представляется доклад о криотерапии представителей железы. И, как уже было сказано, мы рассмотрим вопросы, касающиеся истории, принципов, особенностей, показаний, противопоказаний, а также мы рассмотрим осложнение данной методики. Итак, криоблация простаты представляет собой облацию ткани путем воздействия очень низкой температуры. Более полное определение предложил ПТЛ соавторами, которые считают криотерапию процессом локального замораживания и девитализации тканей, позволяющим прицельно создать зону некроза необходимой формы и размера для деструкции пораженной ткани и прилежащих по краю здоровых клеток. В урологии криотерапия применяется для лечения онкологических заболеваний почки и предстательной железы. Первым врачом, который использовал холод для лечения онкологических больных, был Джеймс Арнодт из Великобритании, который применял смеси льда физиологического раствора у женщин, страдающих раком матки и молочной железы. В середине XX века ученые США сконструировали первый датчик для создания в глубине ткани температуры минус 190 градусов с помощью жидкого азота. А уже спустя пять лет Гондор выполняет первую трансуртральную криоблацию простаты с использованием одного трансуртрального датчика для лечения инфравизикальной обструкции, которая была вызвана с увеличением предстательной железы. 1972 год. Группа ученых под руководством Флокса выполняет транспериняальную критерапию. То есть для снижения морбидности ткани они используют введение кривой углы через разрез кожи на промежности под визуальным контролем. А уже спустя два года Мегали с авторами впервые применяют введение кривой углы через прокол кожи промежности, то есть без разреза. В ходе операции одна кривая угла вводилась несколько раз в различные участки предстательной железы под контролем пальца, который был введен в прямую кишку. Однако из-за невозможности мониторирования границ частота осложнений осталась достаточно высокая, в связи с чем интерес к креотерапии повсеместно снизился. Повторный рост интерес к креотерапии был повторно отмечен в 1993 году после публикации работы ОНИКа о введении игл и контроле за формированием так называемым ледяным шаром с помощью трансректального ультразвука в режиме реального времени. Недостатком УЗИ на тот момент было то, что было невозможно мониторировать температуру как внутри шара, так и снаружи. И уже спустя год ученые под руководством ЛИ разработали температурные сенсоры, которые позволяли достичь точно задуманную требуемую температуру. Другим немаловажным фактором было внедрение в 1995 году ретрального катетера, согревающего ретру, что отразилось в урежении таких осложнений, об которых поговорим позже. Это недержание мочи и отхождение с трупом мочеиспускательного канала. В 1996 году Американская ассоциация урологов признала криоблацию предстательной железы методом терапии локализованного рака предстательной железы и перестала считать данную методику экспериментальной. В гайдлайн с Европейской ассоциацией урологов за 2013 год криоблация простаты отнесена к альтернативным методам лечения. На этом слайде представлены эволюции криозондов, которые используют при криоблации предстательной железы. Вот верхний криозонд, это использовавшийся на первых криомашинах, второй снизу — это криозонд, который используется на криомашинах нынешнего поколения. И этот слайд хорошо демонстрирует, что в настоящее время криоиглы, они практически в два раза тоньше, чем они были на первых установках. Опять же, этот слайд демонстрирует схематичный этап развития криотерапии предстательной железы. Опять же, мы здесь видим, что на первых установках не использовался ультразвук, не использовался катетер, не использовался катетер согревающего ретро, для скрининга не использовался ПСА, в качестве криогена использовался жидкий азот, и, как я уже говорил, использовался иглы большого диаметра. Начиная с 90-х годов, начинает использоваться ультразвук, ПСА, катетер согревающего ретро. И в конце 20-го века была создана криомашина третьего поколения под названием СЭДНЕТ, позволяющая проводить лечение с использованием ультратонких современных криоигл. Аргон используется на этих криомашинах для замораживания тканей, гелий используется для разморозки тканей. В основе действия криохирургической машины лежит эффект Джоуля Томпсона. Суть эффекта заключается в изменении температуры окружающей среды при расширении некоторых газов. Так, аргон при переходе из состояния высокого давления, 20 мегапаскаль в баллоне, он находится под таком давлении, в низкое давление, способен охлаждаться до минус 185 градусов. Гелий в тех же условиях, наоборот, нагревается до 60-70 градусов, позволяя производить активное оттаяние. Также стоит отметить, что первая криоблация предстательной железы по поводу рака простаты была проведена в марте 2010 года на базе научно-исследовательского института урология. Для того, чтобы понимать механизм криотерапевтического действия, нам необходимо затронуть такой раздел медицины, как криобиология. Криобиология – это раздел биологии, в котором изучаются эффекты воздействия в низкий температур на живые организмы. При воздействии на ткань простаты низкой температуры последний вызывает различные эффекты. Вот они все на слайде здесь перечислены. Это механические, биохимические, апоптозы, ишемические и иммунологические. Основные эффекты – это механические и ишемические. Так, при действии низкой температуры на ткань простаты лёд сначала образуется вне клеток, затем внутри клеток. Всё это способствует застою крови, стазу, тромбозу и в конечном итоге приводит к эгалюционному некрозу. Какие факторы влияют на гибель опухолевых клеток при криотерапии? Это длительность замораживания, минимальная достигнутая температура, число циклов замораживания и оттаивания, скорость замораживания, а также скорость оттаивания. Немножко подробнее об этих факторах. Вот группа учёных Бишов, Гейдж, Бауст, Хоффман. Они провели серию экспериментов инвитро на культуре клеток предстательной железы и доказали, что для полного уничтожения клеток необходимо достижение температуры минус 40 градусов. Другая группа учёных провели серию экспериментов и показали в них, что двойной цикл замораживания оттаивания обеспечивает более выраженную гибель клеток. Татсутани и Гейдж в 1996 году опубликовали работу, в которой сообщается, что быстрое замораживание ткани и медленное её оттаивание усиливают деструкцию раковых клеток. По словам Ларсона, при воздействии на ткань низкой температуры в ткани образуется так называемая зона центрального некроза, окружённая по периферии зоны клеточного повреждения. Зона центрального некроза может быть существенно расширена при втором цикле заморозки, когда повторное снижение температуры минус 40 градусов ещё более усиливает клеточный некроз. Описанный феномен имеет важное клиническое значение в том плане, что гиперэхогенная граница ледяного шара она визуализируется при температуре от минус 2 до 0 градусов, тогда как температура внутри шара составляет минус 40 градусов. Из всего вышесказанного следует вывод, что для адекватной облации ткани граница ледяного шара должна выходить за пределы простаты. Какие анатомические структуры проходят креугла, прежде чем достичь предстательной железы? Во-первых, это кожа, далее следует подкожная фасция, за ней следует так называемая мочеполовая диафрагма, включающая с собой поверхностные мышцы и глубокие. Между мышцами находится нижняя фасция или мембрана промежности. За мочеполовой диафрагмой следует верхняя фасция мочеполовой диафрагмы, и далее идет непосредственно предстательная железа. Какие существуют показания для креотерапии? Во-первых, креотерапия показана пациентам с локализованным раком предстательной железы, а также пациентам с диагностированным и доказанным минимальным распространением опухоли за пределы простаты. Объем последней должен быть до 40 кубических сантиметров. ПСА меньше 20 нанограмм, глисон менее 7. Также креотерапия показана больным не мистистатическим раком предстательной железы с ожидаемой продолжительностью жизни более 10 лет, которые, ознакомившись со всеми существующими методами, предпочли именно креотерапию. Также следует отметить, что с помощью креотерапии возможно лечение рецидива рака после лучевой терапии либо дистанционной, либо внутритканевой. Какие существуют противопоказания для выполнения данной методики? Во-первых, это различные острые инфекционно-воспалительные заболевания мочеполовой системы. Также это метастатический рак предстательной железы, то есть наличие метастатов в лимфоузлы либо в кости. Это предшествующий тур с выжженным тур-дефектом. Это наличие выраженной инфравизикальной абструкции, как я уже сказал, это большой объем простаты, различные операции на прямой кишке, а также не является кандидатами для выполнения креоблации пациента, которые заинтересованы в сохранении эректильной функции. К большому сожалению, чудес не бывает, и ослаждения могут встречаться при любом виде лечения, в том числе и при криотерапии. Наиболее частым ослаждением креоблации простаты является эректильная дисфункция, частота которой, по данным разных авторов, превышает 80 см. Развитие эректильной дисфункции связано с тем, что во время заморозки ледяной шар выходит за пределы простаты, и непосредственно повреждает нервы, которые участвуют, отвечают за эрекцию. Ну, недержание мочи тоже достаточно часто встречается это осложнение. Опять же, по данным разных авторов, частота его колеблется от 3 до 27%, но стоит отметить, что тур в анамнезе значительно увеличивает риск развития данного осложнения. Отхождение с трупа уретра тоже может встречаться такое осложнение, частота его от 3 до 23%, но лечение данного осложнения заключается в назначении антибиотикотерапии и обеспечении адекватного оттока мочи, то есть, либо это с помощью катетеризации, либо в каких-то тяжелых случаях мы можем применять тур. Стриктура уретра или стеноз шейки мочевого пузыря это осложнение встречалось до введения в практику уретрального катетера, согревающего уретру. В настоящее время, если такое осложнение было все-таки получено, рекомендованы электроинцизии шейки мочевого пузыря или простаты. Боли в области промежности прямой кишки, применение анальгетиков и несероидные противовоспалительные средства с успехом применяются у данной когорты пациентов. Также возможны такие осложнения, как отек мошонки полового члена, задержка мочи и спускания, ну и ректорутральной фистолы, которые наиболее часто встречаются у пациентов после лучевой терапии. Заканчивая тему осложнения, хотел бы сказать, что частота осложнения при сальважной криоблации несколько выше, чем при первичной криоблации предстательной железы. Ну и в заключении хотел бы сказать, что в настоящее время оптимальным кандидатом для криотерапии предстательной железы является пациент пожилого возраста, отягощенный соматически, которому не показана радикальная простатоктомия. Кроме того, сальважная криоблация предстательной железы оказывается более эффективной при лечении местных рецидивов после лучевых методов терапии, чем динамическое наблюдение и сопровождается меньшим количеством осложнения, чем спасительная радикальная простатоктомия и гормонотерапия. Спасибо за внимание.